Электронное ружье, 5 выстрелов и максимальное количество баллов 50. Но набрать их довольно непросто. Даже сами организаторы уверяют, что на их памяти этого никто не смог. Тем не менее, к заветному числу стремятся все. Каждое сельское поселение представляет два участника. От суммы набранных очков зависит результат команды и место в турнирной таблице. В прошлом году в наше Буринский селсовет второе место, Данил, в Спартаке один. В прошлом году мы тоже приезжали, но нынче я улучшил свой результат. Сколько выбили? 28 на командный 48 получается. Мы вдвоем. Что сложного? На сложном оно у нас. Недалеко приехали, мы расстроены, руки трясутся. Можно было побольше. Следующими на очереди чемпионы Спартакеада 2019 года пенсионеры из Николы Березовки. Они являются участниками спортивных клубов, созданных при физкультурно-оздоровительном комплексе. Оптимист и активистки. К слову, перед районным этапом у них состоялся отборочный тур, где выявили самых метких и теперь не защищают честь команды. Ну, конечно, вчера отстрелялись мы хорошо. Вчера я выбила 33 очка, но сегодня, конечно, волнение, наверное, дает о себе знать. Сегодня я набрала всего 20 очков. Хотелось, конечно, не подводить свою команду. В эстафетах во всех принимаем участие. А есть какой-то любимый вид спорта у вас? Любимый вид спорта. Вот мне сейчас очень нравится заниматься волейболом. А, волейбол? Да, да. А так, в основном, командование выдвигает, как шахматистку. После того, как все 14 команд отстрелялись, подвели итоги соревнований, пальму первенства завоевали спортсмены из Орлана, второе место заняли кореевские стрелки и замкнули тройку победителей пенсионер из Новонагаева. Следующий этап – это мужской спортивный фестиваль, который пройдет 20 февраля. Анастасия Тимрубаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова